2014 год в нашей стране объявлен годом гостеприимства. Недавно завершился чемпионат мира по хоккею, но интерес иностранных туристов к нашей стране в целом и городу над Богом в частности усиливается. Только за прошлый год по официальным данным Брест посетили около 80 тысяч иностранных граждан. Они с интересом изучают историю нашего края. В городской библиотеке собрано немало различной информации о нашем городе. Этот материал пригодился бы в разработке и написании множества экскурсий. Но, к сожалению, далеко не все туристические фирмы пользуются этим ресурсом. Дабы наладить взаимодействие между этими структурами, 28 мая в Брестской городской библиотеке имени Пушкина состоялся круглый стол «Городская библиотека. Конформационный центр историко-культурного туризма». Библиотека испокон веков собирает краеведческий материал. У нас очень много информации, как в печатном, так и в электронном виде. И, конечно, в ходе круглого стола мы будем показывать много мультимедийных презентаций, касающихся вот этой темы внутреннего туризма. И, конечно, надеемся на то, что завяжутся какие-то новые связи между работниками культуры, туристической сферы и других представителей, которых мы ждем сегодня в гости. Участниками круглого стола стали представители горосполкома, туристических фирм, сотрудники Брестских библиотек и музеев, а также студенты БРГУ имени Пушкина. В рамках мероприятия состоялась презентация различных информационных, краеведческих, мультимедийных проектов. А основной площадкой для дискуссии стало обсуждение проблемных моментов. Так, например, на данном этапе туристическими фирмами разработаны и лицензированы лишь несколько туристических программ. К тому же в Бресте отсутствует единый информационный центр, куда могли бы обратиться гости города. Первая программа – это Брест, город древний и современный. Вторая – это Брест спортивный. Третья – еврейская история Бреста. И четвертая – Брест православный. Есть, конечно, варианты каких-то этих арестованных программ. Но просто городу Бресту, в принципе, должно быть немножко стыдно перед другими городами о том, что таких городских программ у нас очень мало. Несмотря на то, что проблемы существуют, благодаря слаженной работе городских властей, туристических фирм, музеев и других структур, задействованных в развитии малого туризма, эти вопросы легко можно разрешить. Было бы желание. До настоящего периода у нас не было такого взаимодействия хорошего. Хотелось бы, чтобы оно началось. Все-таки потому, что нашим туристам это интересно. И я думаю, что сотрудничество только начинается и будет плодотворным. Евгения Мороз, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктово». Спасибо.